Конечно, я всегда знал, что не попаду в рай. Почему вы вдруг решили стать криминальным авторитетом? Начитать детство. Меня ждали черти со сковородкой. Цель – дракон. Настоящее имя – Чен Зин Лун. Работаем быстро и деликатно. Во-первых, потому что здесь полно гражданских. Во-вторых, наш сотрудник, работающий под прикрытием. Но все оказалось гораздо хуже. Ты сегодня же поплачешься. Встанешь на колени. А через год опять приболзешь ко мне. Эй, папаша. Что вы такое? Я. Ванюша твой, сынок. А голос этот-то сквознячком надуло. Господи. Я – майор уголовного розыска Хромов. Которому ты, ботаник, год назад сорвал спецоперацию. Главное – выяснить, какая у нее есть последняя информация по дракону. Где он последний раз засветился. Мы же не собираемся сами спецоперацию проводить. Почему бы и нет? Я младенец. Младенец. Паш, на своей, на своей жене. Ее Катя зовут. Орден тебе. Ты сильнее, чем папа. Слушай, ты, а ну отошел от моего дела. Да не качай ты, звеньер вы вообще. Двали. У меня хормление по часам. И Лунтик сказал. А пойдемте поиграем. Малыши взялись за руки и... Все, ушло. Давно не брал я в руки шашек. Мы так не оторвемся. Ты подай там угля. У меня все, осторожнее. Не учи отца кататься. У меня 30-летний став вождение. Дави, сказал. Такие зайки. Развел матриархат. Катя то, Катя сего. Катя не приготовит, толком не умеет. Не приголубить. Это нормально у нас все? Нормально, нет. Я, конечно, статистику не веду, но кроватка моя в двух метрах стоит. Бегай у меня напарник.